Так, а были проблемы со связью или не было? Понимаете, как бы, это тема для разбирательства нашего, внутреннего. Потому что на сегодняшний день у нас великолепная радиостанция и все нормально работает. А почему другие патрульные машины не прибыли на помощь? Что-что? Почему другие патрульные машины, влезлищащие к РУВД, не приехали? Потому что там уже минут 20, наверное, погоня тут. Ну, опять же, это же тема, мы будем выяснять это все. Есть же пострадавшие. Вот второго произошло, а только вчера началось какое-то движение и шум. А вот третьем четвертого произошло. Движение и шум началось не вчера. Просто некоторые руководители неправильно это поняли. Не закончено разбирательство, я буду сейчас вот... То, что они сообщают, мы все это будем оценивать. Насколько оно верно. А поделитесь с нами, что они вам сообщили. Вы же сказали, что для журналистов эта информация открыта. Открыта. Ну, я говорю, что... Ну, они в подробности, чтобы сказать, что они говорили. Они услышали сообщение про радиостанцию, потом подвигались туда, не успели выйти, не успели то сделать. Кто дал приказ все-таки людям остановиться в машинах на дороге и сидеть в машинах? Кто этот приказ дал? Ну, не спешит, но понимаете, ведь всегда надо говорить, основываясь уже, когда это закончено. Сразу... Оцениваете, что эти инспекторы, которые устроили самодеятельность, или это поступал приказ сверху о, скажем так, о таких действиях, которые происходили на вот этом участке дороги? Ну, я бы сказал еще раз, не самодеятельность, а не грамотность. И непрофессионализм. Ты понимаешь, что некоторые свои идеи, чему они испыняли непосредственно машины на трассе, а не выкористовывали свои машины, хотя у них было две машины? Да. Чем они тут умачали? Опять же, что не успевали подъехать, не успевали. У них были готовы, вот, Йош, Диана, так называемый, для того, чтобы раскатать его. Назовите, пожалуйста, фамилию этого человека. Ну, давайте мы оставим, тогда закончим разбираться. Нет, пожалуйста, назовите, потому что он уже сделал это, и мы знаем, что он это сделал. Значит, назовите его фамилию, он заставил остаться в машине трехлетнего ребенка и всю семью. Назовите его фамилию, пожалуйста, это граждане Республики Беларусь, мы имеем право знать. Назовите. Это сотрудник ГАИ, ваш подчиненный. Значит, давайте так, будет закончено разбирательство, все будет сказано. Вы скажите сегодня его фамилию, потому что мы обратились с жалобой в государственные органы власти. Да, и тогда мы предоставим все документы. Защищая право на жизнь этих граждан. Вы сегодня, скажите, кто оставил их в машине? Кто? Я вам еще раз говорю, надо это разобрать. Я думаю, что в течение пяти дней оно будет закончено. В принципе, все ясно, только хочется выехать на место, довести, сопоставить с временем, с прохождением информации. Ну, есть вот эти все моменты. У нас конституция наша белорусская. В статье 2-й, 24-й говорит о том, что гражданин Республики Беларусь – это важнейшая ценность и цель государства и общества. И что защита жизни наших граждан гарантирована нашим государством. Государство гарантирует защиту жизни каждого человека, право на жизнь. Нарушено грубейшим образом право на жизнь пятерых взрослых людей, трехлетнего ребенка, которых поставили живым щитом для того, чтобы остановить движущегося на большой скорости пьяного водителя.